Я очень люблю мосты, особенно старые мосты, когда я бываю в путешествиях в разных странах и обязательно их фотографирую. Люблю смотреть как на мост, так и подняться на этот мост и смотреть с него на воду. С тех пор, как я познакомилась с Надей, эта девушка не перестает меня удивлять. В свое время коллеги с трудом поверили, что у хрупкого создания с косичками в кружевных носочках семья и маленький ребенок, два образования и настоящий художественный талант, который в полной мере стал проявляться сравнительно недавно. Мне свои эмоции нужно куда-то выкладывать их, выплескивать. И уже когда эта чаша была переполнена, я стала это все выплескивать в свои работы. Просто когда эта грань уже, как стакан, знаете, заполнить, скажем, к тасолам. Почему тасол? Потому что мой любимый цвет – любимая жидкость. И вот когда этот тасол стал просто выплескиваться через края, я поняла, что пришло время. Надежда – необычный художник. Свои работы она не рисует, а вырезает, используя старую забытую технику. Моя вытянанка – это же, в принципе, традиционный вид искусства. Это старый белорусский традиционный вид искусства. Наши бабушки вырезали даже вот такие вот шторки и какие-то персонажи сказочные и клеили белые силуэты себе на окно. И я считаю, что традиции белорусские нужно сохранять. И я их сохранила, но внесла что-то новое свое. Ее творчество не поддается логике. Даже сама Надя не в силах объяснить те или иные образы. Они, по ее словам, отражения снов, фантазии и даже подсознания. Вот такой вот сюрреализм в перемешку со старославянскими традициями. Все чаще окружающих говорят, что ты из другой планеты. Да, такое бывает и уже нередко. И тебе это нравится? Иногда это мешает работе, если честно. Ну, конечно, мне нравится. Что тут лукавец? Нравится. Хорошая. Хорошая. Джипушка, тихо, Джип. Красивая собака. Если верить Наде, в нашем мире есть два вида сверхсуществ. Это ежи и медведи. Может быть, поэтому Надя счастливая обладательница коллекции плюшевых медведей и настоящий знаток ежей. Я не могу бесить, но просто он такой какой-то неловкий, такой нежный. Он одновременно и колючий, и такой маленький, трогательный. А еще Надя сама придумала существо под названием пиглас. Это глаза, которые могут взлетать. Они следят за чувствами, кстати. Вот если пара ссорится, то они обязательно их за это накажут. А если пара живет хорошо, они не конфликтуют друг с другом, любят друг друга, то они, наоборот, их оберегают. Да, совершенно непонятно, как эта девушка совмещает карьеру журналиста службы новостей и творчества. На работе к художественному складу личности Надежды относятся с пониманием. Сама же Надя признается, репортерские замашки засели в ней глубоко и уже, судя по всему, пустили корни. Я преклоняюсь перед великими живописами, такими, как Сальвадор Дарь... Так, тут перебивка. И последнее. Недавно в одной из галерей в самом центре Минска открылась персональная выставка Надежды Буки. Этого события она ждала долгие годы. По секрету Надя призналась, что у нескольких ее картин уже есть покупатели. Широко открытые глаза, например, это вот это подкупает. Здесь нет этой вот консерватизма, будем так говорить. Возвышенное что-то присутствует в работе. Это оторванность от этого быта, от этого земного, который нас вечно тянет к земле. Редактор субтитров А.Семкин